Здравствуйте, я Денис Курбатов, стоковый фотограф. На канале я делюсь с вами и фиксирую для себя придумки, задумки в таких фотодеятельностях, как стоки, услуги, проекты, лайфхаки и немного лайфсториес. И потому канал назвал Суб Эль. Сегодня серия снова о лайфхаке. Это работа в Sony Vegas. Я расскажу об одной из особенностей Sony Vegas, это работа с проектом в проекте. Я даже назвал это как смарт-проект, что помогает решить такая особенность. Предположим, у нас многотрековый проект, порезки там, и нам необходимо накинуть один эффект или обработку какую-то на весь проект. Возможно, это решать, конечно, с помощью главных треков и дочерних. Но такая возникает путаница. Там что-то не так кликнул. Оно распространяется, бывает, не на весь проект. Вот мне путано как-то это получается. И я случайно обнаружил, что можно перетащить вот такой рабочий проект в новый проект и потом полностью накинуть на него какую-то обработку необходимую. На примере я это поясню. Хотел показать действительно многотрековый проект, где много порезок. Там бы было более эффектно и понятно. Но не осталось такого проекта. По пятницам у меня создание бэкапов и забэкапил всё. Потому открыл простой вариант проекта. Сейчас просимулирую вариант многодорожечности. Предположим, изменим вариант наложения. Здесь какой-нибудь... Можно так же, не знаю. По гистограмме можно ориентироваться. Ну, не важно. Мне это всё не нужно. Это только для показа. Вот. И, понятно, сохранили. На целый проект я обычно накидываю уровни для корректного рендеринга. И чтобы потом просматривалось видео так же, как на монтажном столе. Накидываю резкость на весь проект. В зависимости от того, на чём снималось. На смартфоне или на камере. Можно и здесь это всё накинуть. Но... Вот работа с этими главными дорожками и дочерними... Вот, меня что-то не впечатляет. Как-то не угадывается. Не всегда понятно для меня. Переключается. И бывают неожиданности. На одну дорожку применил, а там не совсем правильно отображается. И какой финт ушами получается. Интересный вариант работы... Ну, я назвал как со смарт-проектом. Да, ещё для чего можно накидывать на целый проект. Можно эффект накинуть, там, покраски какой-нибудь, да. А также можно покрасить частично, чтобы прозрачность сделать слоя. Итак, предположим, готовый рабочий вариант. У нас отстроен цвет. Свет. Вот я попробую тут и исказить. Так, чтобы, наверное, было понятно, что у нас были изменения. Вот возьмём такой светлый вариант. Сохранили. И открываем. У меня заготовленный Final есть вариант. Сразу же у меня здесь заготовлены My Levels и Sharpen. И мы сюда вставляем стартовый вариант. Получается, что настройки все прочитываются. На весь проект накидывается уровень, который мне помогает правильно срендерить проект, чтобы он на выходе так же читался, как и здесь, по контрасту, свету, цвету. И Sharpen в зависимости от устройства, на которое записывалось. Здесь же я могу покрасить проект через Bullet или через другие какие-то фильтры. Могу эту дорожку так же скопировать, по прозрачности подкорректировать. Я покажу, почему я назвал это как Smart Project. Предположим, сохранил. Вот видим мы изображение светленькое. И посмотрим, как я открою опять стартовый вариант проекта. И, например, отключу эту дорожку. Вот она у нас такая. Запомним цветность, светность. Откроем Final. И видим, что для наглядности отключу Levels. Вот у нас совпадает с изменениями в проекте. Потому я назвал это как Smart Project. Всё. Включили настройки на полный проект. И остаётся рендеринг. Выбираю необходимые настройки. Всё. Пошло рендериться. Ну что ж, у меня на этом всё. Как привычно, обычно, коротко. Всем спасибо за внимание. Пока.